Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ. Меня зовут Александр Вальбран. Программа «Тема дня». 2 марта на сайте британского парламента был опубликован 74-страничный доклад под названием «Отношения Великобритании с Россией». Так вот, согласно этому документу, британские парламентарии считают, что правительство страны должно начать процесс улучшения отношений с Россией. А с нами на линии наш коллега из Лондона Юрий Голигорский. Юрий, рад вас приветствовать. Добрый день! Добрый день, коллеги! Юрий, первый вопрос. Насколько, на ваш взгляд, естественно, основная идея доклада необходимости улучшения отношений с Россией согласуется с тем, что мы слышим от премьер-министра Великобритании госпожи Мэй, которая, я цитирую, сказала, что ее страна должна взаимодействовать с Россией с позицией силы. Или главы МИДа господина Бориса Джонсона, который заявил буквально вчера, давление на Россию должно быть усилено, а не ослаблено. Вы знаете, я когда сегодня утром прочитал этот доклад, мне показалось, что он несколько некорректно освещен рядом средств массовой информации. Действительно, очень важный документ, очень важный доклад. Я не вижу сильных противоречий между тем, кто делает правительство, и тем, кто рекомендует в своем докладе парламент. Дело в том, что, естественно, это очень важный документ. Как все парламентские документы, комиссия по иностранным делам Думы его рассматривала. В основу положена идея, что Россию невозможно игнорировать. И правительство Великобритании, что Россию невозможно игнорировать, потому что это, во-первых, ядерная держава, во-вторых, член Совета безопасности. Но, если мне будет позволено, я процитирую основные моменты доклада. Двустороннее отношение между Соединенным Королевствами России в наиболее напряженной базе в настоящий момент, с момента окончания Холодной войны. Произошло это потому, что у России и Великобритании принципиально разные представления о недавней истории и нынешнем международном порядке. Переводя это с парламентского языка, просто скажем, что Россия хотела бы, как мне кажется, чтобы все оставалось на уровне Ялтинских соглашений. А Великобритания считает, как и ряд западноевропейских держав, что возврат Келтия невозможен. И вот здесь, конечно, основное противоречие. Следующий момент, который освещен в докладе, это очень резкая критика того, что происходит в России. Постсоветский опыт России и неприкрытое крестолюбие правящей элиты легли в основу такой российской внешней политики, которая в той или иной форме отвергает и подрывает международный порядок. Далее в этом докладе содержится критика в адрес британского форен-офиса, где, по мнению авторов доклада, нет специалистов достаточного уровня, которые могут проводить консультации, контакты, переговоры с Россией на должном уровне. Я, в первую очередь, вижу этот доклад как критику в адрес форен-офиса, который упустил ряд важнейших моментов в отношении с Россией. Естественно, форен-офис – это часть правительства. Есть ли противоречие в том, что говорит этот доклад и то, что делает правительство? Я не вижу противоречия, но я вижу глубокую критику ряда элементов во внешнеполитическом эстаблишменте Великобритании, которые критикуют британские парламенты. Вот, по-моему, к чему сводится этот доклад. Ряд экспертов, насколько я знаю, и британских, и российских, считают, что начало процесса выхода Великобритании из Евросоюза позволит самой Британии вести более самостоятельную политику в отношении России. И это, дескать, да, поможет сближению сторон. Вот лично мне верится в это с трудом. Может быть, я не прав? Более самостоятельно от кого? Более самостоятельно от Соединенных Штатов, более самостоятельно от Евросоюза того же? Ну, я думаю, что это не совсем верное заключение, не совсем верное дело. Действительно, политика Великобритании в многом идет в росте того, что решает между собой Германия, Лондон и Вашингтон. Есть, конечно, определенные расхождения, но по принципиальным вопросам эти три государства не рассудятся. С остальными членами, значит, естественно, Соединенных Штатов не являются членами Евросоюза, но с остальными членами Евросоюза практически говорят, это консультационное право. У других государств Евросоюза правосовещательного голоса, но это на практике, если быть реалистами. Но я не думаю, что Брэкзит каким-то образом освободит Великобританию от оков общей внешней политики в отношении России, потому что, честно говоря, я не вижу особых ограничений и разночтений между главами государств Евросоюза в отношении того, что должна быть, какая политика должна быть сейчас проводиться в отношении Москвы со стороны Евросоюза. Нет, я не думаю, что это заключение имеет место, это существует, имеет право существовать. Юрий, еще один момент, я на него обратил внимание, в докладе отмечаются, это почти цитата, МИД Британии должен прислушиваться к любым предложениям России по урегулированию ситуации на Украине, которые соответствуют международному законодательству. Означает ли это, что британские парламентарии устали, скажем так, прислушиваться только к украинской стороне конфликта? Ну, это, естественно, если опять же я процитирую, Великобритания и ее союзники должны поддержать Украину, ее действия направлены на стабилизацию ситуации и защитить ее от дальнейших российских посягательств. То есть право Украины на самоопределение, на вырубку своей внешней политики не ставится под сомнение. Что вы считаете односторонним подходом к Украине? Дело в том, что все, что делали, говорила Россия в отношении Украины, во многом воспринималось с недоверием по той простой причине, что сначала нам подавалась идея о зеленых человечках, которые не существуют, о том, что вооружение покупается в военторге и так далее, о том, что Россия не принимает никакого участия в событиях на востоке Украины. Если бы политика России была более привязана к реалям и более открыто высказывалась точкой зрения Москвы, то, может быть, и в Лондоне, и Вашингтоне, и в Берлине, и в Риме с большим пониманием относились к тому, чего добивается Москва в отношениях с Украиной. Есть одно важное расхождение между Россией и Западом, понимание того, что происходит. Россия считает, что НАТО рвется на восток. Это неверно. Это восток рвется на запад. Невозможно сейчас удержать те страны, бывшие советские колонии, скажем так, страны, которые подели в блок демократических государств Восточной Европы, которые рвутся сейчас в НАТО всеми силами. Польша выкручивает руки Лондону, требуя, чтобы НАТО разместило базу сейчас на территории Польши. В обмен на это Польша готова принять определенную квоту беженцев, которые стремятся по ликобританию. То есть не НАТО рвется на восток, а восток рвется в НАТО. И остановить этот процесс. Даже если когда-то кто-то кому-то что-то обещал, то эти обещания были неправомощны, поскольку невозможно отнять у этих государств право на самоопределение. В этом, по-моему, основная причина конфликта в отношении между Западной Европой и Россией. Согласен. Вот с этим я согласен. Юра, еще момент один. Глава Международного комитета Палаты общин британского парламента, господин Крис Пинблант, когда представлял вот этот самый доклад, заявил, что, я опять же почти цитирую, правительство Великобритании должно продолжать призывать Россию к ответу из-за военного конфликта в Сирии, а также по вопросу Крыма. Вот у меня тут почти как когнитивный диссонанс. Насколько правомощно вот такое вот сравнение в одной обертке подавать и Сирию, и Крым? Может быть, парламентарии не совсем понимают, что происходит и там, и там? Я согласен с вами, что здесь есть определенное значение в самом докладе, потому что в докладе сказано, что правительство до сих пор не представило никаких свидетельств о нарушении прав человека или о том, что Россия делает в Сирии. Нам нужны доказательства, есть только оппендент. В то же время, как вы говорите, в одной обертке оказалась и Украина, и Сирия. Я думаю, что мы должны отталкиваться не от того, что говорит отдельный парламентарий, а от того, что опубликовано в докладе. И доклад, это, очевидно, более авторитетный источник и указание на то, что собирается дальше делать парламентская комиссия в отношении с собственным правительством. Я думаю, что правительству сейчас предстоит дать очень глубокий и хорошо аргументированный ответ на критику, очень серьезную критику, потому что дальше там содержится в этом отчете критика относительно отдельных сотрудников, например, о том, насколько они владеют русским языком, могут ли они общаться со своими коллегами из-за российского недодолжного уровня. падает общий уровень, то, что раньше называлось сентология, сейчас называется изучение проблем России, потому что всегда, не всегда, но в последние, скажем так, 25 лет считалось, что Россия не представляет более ни проблем, ни угрозов для Западной Европы. Я хочу напомнить вашим зрителям, что Путин был первым государственным лидером, первым российским лидером со времен Николая Первого, которому была предоставлена честь государственного визита в Великобританию. Со времен Николая Первого ни один, ни российский, ни затем советский, ни Горбачев, ни Ельцин не удостаивались чести государственного визита. Дистанция между Николаем Первым и Путином. Что сейчас происходит? В отчете сказано, что мы должны ориентироваться в Великобритании на постпутинские периоды. С путинским периодом сейчас ничего невозможно, никаких отношений невозможно. Стратегия наведения мостов с новым поколением российских политических и экономических фидеров должно быть положено в основу улучшения отношений между Россией и Великобританией в будущем. Значит, очевидно, это как бы документ на долгосрочную перспективу. В том, что касается отношений с путинской Россией, очевидно, улучшений никаких ожидать не следует, но надо работать на перспективу. Юрий, еще один вопрос. Положительный момент. Вы говорили сейчас о перспективе, может быть, ближайшей перспективе. А в отчете ведь говорится и о фактически сегодняшнем дне. Там, например, отмечается, что у Великобритании и России общие интересы в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Может ли вот именно вот этот аспект стать главным фактором сближения сторон? Или, может быть, это будет чемпионат мира по футболу, в отчете тоже об этом говорится? Борьба сторон – это сильнейший, важнейший объединяющий фактор. Я хочу также напомнить, что еще совсем недавно ФСБ и британские силовики проводили совместную операцию. Было и так далее. Они выявляли международных торговцев оружием незаконно. Была проведена одна блестящая операция, которая цепочка тянулась из России по многим странам мира и заканчивалась где-то в США. Значит, были вовлечены ФСБ, британская Ми-6 и ЦРУ. Это была совместная операция. Значит, были возможности. Очевидно, борьба с террором настолько сильная и важная концепция, и террор – это настолько сильная угроза, что вполне возможно, здесь будет найден общий знаменатель и точки соприказновения между теми государственными, которые сейчас не могут найти между собой общего языка. Юрий, огромное спасибо. Дай Бог, чтобы все стороны понимали борьбу с террором абсолютно одинаково, идентично. Дай это Бог. Дай это Бог. Спасибо большое за это интервью. Было очень интересно. Всего самого доброго и до новых встреч. До свидания. Все. Всего доброго. Спасибо, друзья, и вам, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»